Приветствую вас! С точки зрения психологии, так, чтобы глубоко совсем в дебри не залезать, да, а с точки зрения психологии я бы сказал, что речь идет о любовной зависимости у вас и неком таком состоянии импринта, когда вы не можете забыть человека, вот, когда человек для вас имеет какое-то вот не всегда понятное, странное, явно чрезмерное значение, и вы не можете ничего с этим сделать. Вот. То есть, по сути, мы все-таки говорим о любовной зависимости. Вот. Любовная зависимость, как и другая зависимость, прорабатывается, с ней работают, с ней проводят. Терапию. Вот. И после чего зависимость потихонечку спадает. Ну, я вот, честно говоря, думаю, что речь идет о ее значении, о значении этой девочки для вас. То есть, она для вас имеет, вот, какое-то очень особое значение, и тут вот нужно понять только лишь, какое значение она для вас имеет, почему она вам так важна. Вот. Вы говорите, что вы очень долгое время служили в Северном флоте. Вы выбрали сами служить там, в Северном флоте. Если да, то почему вам было так тяжело, так трудно, вот, если вы служили, ну, в Северном флоте. Мне кажется, на этот вопрос тоже нужно ответить вам, потому как это достаточно важная история, это достаточно такой важный момент. Вот. Без которого, без понимания которого будет сложнее дать вам какую-либо рекомендацию. Вот. Сейчас, если говорить, ну, вы просто переживаете зависимость свою, переживаете. Плюс ее слова вас задевают. Задевают ваши слова, ее слова вас задевают за счет импринта. Ну, как вот, как вот мне кажется, что здесь вот имеет значение импринт. То есть она вам, вот, чем-то запечатлелась. Вот. Она вам чем-то, чем-то запечатлелась. Ага, я имею в виду девочка. Девочка. Вот. Вот. И вы не можете ее забыть теперь. Вот. Хотя, вы понимаете, что любви у нее к вам нет, что она просто пользуется вами и все. Ну, собственно говоря. Это, конечно, вопрос. Вот. Это, конечно, такой очень серьезный вопрос. Потому как на вас это влияет сильно. Вот. Но все это разбирать нужно, скажем так, более подробно. Чего вы ожидали в этой ситуации, тоже хотелось бы знать. Потому что, когда она пришла к вам, вы серьезно думали и считали, что она изменилась. Вы серьезно думали и считали, что она, там, стала другой. Ой, вы правда думали, что она изменилась, что у нее появились какие-то чувства, вот, внезапно. Вот. Это очевидно, что вы себя не цените. Очевидно, что вы себя, ну, вот, вы себя не уважаете. В полной мере. Скажем так. И отсюда, 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 да, отсюда, отсюда проблемы. Именно, именно вот из-за того, что вы себя не уважаете, именно из-за того, что вы себя не цените. Вот. Из-за этого трудности возникают. Ну, на мой взгляд. По крайней мере. Вот. Проводят с самооценкой, с собственными целями, с неуверенностью в себе, со страхами. Вот. Со страхами, быть брошенным, например. Мне кажется, что это важная история, которая влияет на вас до сих пор. Вот. И, в целом, в целом, в целом, в целом, я думаю, что ситуация будет нормализована. Вот. Также, вот, я рекомендовал бы подумать о том, как задевают вас, как задевают ваши слова. Ага. Ага. Почему вас задевают из-за? То есть, вы вот говорите, что приходил я в себя после ее подковок, да, очень долго. Вот. Вот. Позже. Хотелось бы, наверное, поисследовать этот момент. Чем вас так задевали ее слова? Вот. То есть, что у вас такого вот неустойчивого в себе есть? А что так вот, ну, так тяжело вы переживаете, когда она вам что-то говорит. То есть, тут либо ее значимость для вас большая, и это, по сути, перенос ответственности с себя за то, что вы хотите, за то, что вам нужно. Либо это страхи, ну, ваши страхи. Совершенно не обязательно, что эта история идет раздельно. То есть, вполне вероятно, что все вместе у вас здесь имеет место больше быть. Вот. Ну, работать так или иначе, работать нужно. С тем, что происходит сейчас. Само оно не выпрямится. Как я надеюсь, вы понимаете. Ну, я надеюсь, вы обоеваете себя. В этом отсюда. Такая вот история. Такой можно дать вам ответ. В целом, Иван, вы в этой ситуации больше как жертва. Вот. И в некоторой степени ребенок. Ребенок, чувство, которого не подросли. Ну, в этом вам, я думаю, так же можно помочь. Я думаю, что в этом так же можно оказать вам помощь. Вот. Я думаю, что, вот, как бы, поработать над личностным ростом, да, это то, что мы можем сделать для вас, например. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если понравился он, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом.